В Риме проходит выставка, посвященная 70-летию начала Холокоста в Италии. Евреи Рима никогда не смогут забыть той трагической даты, когда немецкие войска ворвались в еврейский квартал, а затем прочесали весь город в поисках еврейских семей. Евреи Рима никогда не забудут о событиях 16 октября. Мы часто вспоминаем об этой трагедии во время Шабата. Во всей Италии не было более масштабного еврейского погрома. Выставку организовал музей Холокоста в Риме, чтобы почтить память тех, кого нацисты отправили в Освенце. Общее количество жертв составило 1022 человека. В одной из полностью уничтоженных семей было 40 родственников. Я не вижу на этих лицах отпечатка смерти. Я вижу жизнь. Но эти люди погибли. Остались только снимки, на которых они как будто застыли во времени. Когда случился погром, мать Амадео Тадеско была беременна им. К счастью, ей и его старшей сестре удалось спастись. Немецкие солдаты стучались в наш дом несколько минут и, не получив ответа, выбили дверь. Но когда они ворвались внутрь, там никого уже не было. Его родственникам повезло меньше. Их арестовали и отправили в Освенце. Мамина и младшая сестре было всего 25 лет. Нацисты забрали ее вместе с мужем и грудным ребенком. Для нашей семьи это огромная трагедия. Мужчин, женщин, детей и стариков отправляли в Освенце целыми эшелонами. По прибытии многих немедленно уничтожали в газовых камерах. Эми Диви Роли попала в концлагерь маленькой девочкой. Нацисты увезли ее вместе с родителями прямо из их дома. После войны отцу Рины и Адольфа удалось вернуться в Рим, но его дети погибли. На память о дочке у него остались ее любимые книги. Иногда я представляю, каким мог бы стать Рим, если бы все эти люди остались живых и родили детей. Мне становится очень грустно. На выставке впервые представлены фотографии погибших евреев и немецких солдат, которые их арестовывали. Во время посещения музея многие немцы были шокированы, узнав на старых снимках своих отцов и детов. Организаторы выставки надеются, что молодое поколение итальянцев предотвратит повторение Холокоста, узнав его историю. Продолжение следует...